Хайкат, хайкат. И дальше поинт, поинт. Ну что, я готов станцевать? Танцуют все и везде. И это правда. Каждый из нас двигался под музыку хотя бы раз в жизни. Отсюда и утверждение, что танец это язык, понятный всем без перевода. А вот действительно ли это так? Давайте разбираться. Сегодня будем говорить на языке шотландского танца. Национальная одежда, музыка и крепкие напитки Шотландии известны на весь мир. Один из символов королевства, волынку, очень часто можно увидеть и услышать далеко за его пределами. В том числе и на Красной площади в Москве во время проведения ежегодного фестиваля «Спасская башня». Подробнее узнать о волынке можно у кого? У настоящего волынщика. Сейчас я хочу вас познакомить с волынчиком Анатолием Исаевым. Анатолий, добрый день. Здравствуйте. Я Анатолий Исаев и я волынщик. Анатолий, говорят, что волынчик – профессия очень редкая. Ну, если говорить про нашу страну и конкретно про шотландскую волынку, то да, в общем, птица редкая. Если мы говорим про Россию, то класса волынки не в вузах, не в училищах, не в школах. Нет. А где вы учились? Я учился в колледже в Пайпинге в Глазго. Сколько учатся? Всю жизнь. А на какой-то музыкальный инструмент похожа волынка? С чем его можно сравнить? Да вот знаете, вообще не с чем. Я слышал, что с органом. Ну, орган имеется в виду в плане звукоизвлечения. Это родственники прямые. То же самое, в органе тоже резервуар и трубы, в которых языки стоят. Какая-то специальная физическая подготовка нужна для того, чтобы играть на волынке? Дыхательные упражнения делать. Вы всю физику получите в процессе. Я, допустим, могу взять и спокойно сыграть? Вряд ли. Нет? Тут скорее важна не столько физическая сила, сколько координация. Чем-то вот шотландская волынка отличается от русской. У нас же тоже ведь есть волынка. От белорусской, от испанской. Ну, я вам страшно скажу, самые первые экземпляры волынок были найдены аж в Шумере, в городе Ур, на раскопках. Это были первые волынки. То есть это не уникальное шотландское явление. Если брать какую-нибудь европейскую волынку и шотландскую, европейская волынка – это будет, условно говоря, какой-нибудь Мерседес, а шотландская – болид Формулы-1. То есть она, пожалуй, самая мощная из всех имеющихся и наиболее яркая. Но опять-таки шотландцы повсюду с британской армией ходили, они повсюду ее принесли. В общем, много где они вытеснили просто нативные формы волынок. Вот из чего состоит эта волынка? Ну, соответственно, волынка вообще называется «багпайпс» по-английски, то есть сумка и трубы. Вот у нас сумка, резервуар для воздуха. Мы нагнетаем сюда воздух. Вот через эту трубочку? Да, через мундштук. Соответственно, здесь стоит обратный клапан, и обратно отсюда он выйти не может, только через звучащие части. И наша задача – стать компрессором, просто поддерживая постоянное давление в мешке. Из чего сделано? У меня конкретно кожаный мешок. А так сейчас очень популярна синтетическая ткань типа «Гортекса». Как-то на звук влияет? Скорее, больше тому, кто играет. Кожаный мешок, он дает микроклимат внутри. То есть он немного больше задерживает влаги, чем синтетический мешок. Соответственно, трость себя чувствует лучше, и это влияет на общий слон валынки. Плюс вы же ввязываете все эти звучащие части в сумку, и, соответственно, между ними кожа натягивается, и она как мембрана барабана дает дополнительный резонанс. А трость из какого-то специального материала? Тростник. Тростник? Да. А как настраивают ее? Это самая примитивная гармония, которую можно себе позволить на звучащем инструменте. У нас вот стоит одна нота, и в звуке, вот как в свете присутствует определенный длинный волн все время, но при этом он белый, условно. Здесь то же самое. Звук состоит из большого количества обертонов. Соответственно, эти обертона по частотам совпадают с нотами чантора. И когда мы отстраиваем валынку максимально близко к идеалу, каждая нота, в нее попадает свой обертон, и она усиливается. Поэтому мы должны максимально идеально состроить с чантором наши дроны. То есть физически это как делается? Физически мы вот здесь можем менять длину дрона. А, она меняется? Да. Соответственно, дуем, и под это дело настраиваем выше-ниже. Волынка технически один из самых сложных духовых инструментов, которые я знаю. Во-первых, там постоянно работают обе руки, во-вторых, очень много всякой мелкой моторики. Вся вот эта вот система украшений, она должна ритмически идеально вписываться в то, что вы играете. То есть вы мелодию должны всегда слышать. То есть я как дилетант, первый раз взявший в руки волынку, что я могу извлечь из нее? Могу вообще что-то извлечь? Странный звук. Странный? То есть это будет похоже, как вот скрипку берешь, пилишь, да, и все уши закрывают. То же самое? Да. А учатся на этих волынках или какие-то специальные инструменты для учеников? Если вы будете учиться на этом, сначала сойдут с ума ваши соседи, потом вы. Хотя, возможно, наоборот. Потому что звука здесь очень много, и отрабатывать просто чисто технические моменты на волынке – это, ну, так себе удовольствие. Плюс, когда вы играете на самом инструменте, у вас внимание должно распадаться просто как у Юлии Цезаря. Потому что вы должны поддерживать постоянное давление, вы должны слушать каждую из этих труб, из дронов. Вы должны, в конце концов, мелодию играть. Соответственно, отрабатывать какую-то мелочь, когда у вас столько отвлекающих факторов, довольно трудно. Поэтому первые месяцы в девять волынщики учатся на учебной дудочке. Это просто дудочка? Да, так называемый практис чантер. Вы должны вкладывать очень много денег и очень много времени в это. Сколько стоит? Сколько моя стоит, я не скажу. Вы с какой целью интересуетесь? Ну, просто дорого, дешево. Дорого. То есть все, что меньше тысячи долларов, скорее всего, звучать не будет. Волынка Волынка – неизменная спутница шотландских танцев. А люди, с которыми я сейчас хочу вас познакомить, эти танцы исполняют. Привет, ребята. Рад вас видеть. Сергей со своей группой. Сергей, я всегда, когда знакомлюсь с хореографом, задаю им один и тот же вопрос. Кого-то будоражат кавказские танцы. Кто-то с ума сходит от пантомимов индийских танцев. В вашем случае, что такое произошло? Меня сразу покорило многообразие традиций. И музыкальная, и хореографическая. И то, что эти танцы исполняют не только люди на каких-то сельских праздниках, но и аристократия, в своих замках, на каких-то пышных приемах. То есть это традиция, которая, в принципе, объединяет Шотландию как нацию. Шотландцы – такая нация очень своеобразная. Мне кажется, если бы у них не было огромной любви к англичанам, друг с другом они бы очень с трудом могли договориться. И эта клановость отчасти переносится и в мир шотландского танца. Есть какие-то элементы или специфические движения, по которым можно определить, что перед вами шотландский танец? Если мы говорим о мягких шотландских танцах, то это, наверное, прыжок. Мы делали в свое время несколько концертов с артистами Большого театра, и они очень удивлялись, что когда мы прыгаем, мы редко приземляемся на пол. То есть мы можем попробовать вместе. То есть если это мягкий репертуар, то ножки у нас развернуты, как в балете. У нас развернуты коленочки, бедра, да, все как обычно. Ну и, допустим, мы начинаем из диагональной позиции и приходим в третью перекрытую, и потом в воздухе поднимаемся и приходим в третью. Ого! Но не как в балете мы приземляемся на полную стопу, а мы остаемся на полупальцах. То есть вот это вот отличительная часть шотландского танца. И мне кажется, ну, многие, когда они видят этот ромбик, да, коленочки, этот фартук, он должен быть достаточно вертикальным, да, то есть я не туда, а туда. Этот ромбик – это отличительная черта тоже шотландского танца. Слушайте, у нас погода как в Шотландии, да? Погода отличная, да. В Шотландии очень много танцев, посвященных именно морю, воде, да? Воде, море, да. Я прав? И есть даже целая островная традиция, там чуть меньше выворотность. Например, в мягкой обуви мы танцуем point close beat, все очень четко, а в жесткой у нас немножко другая ритмика и растытым. Более естественная такая традиция. Понимаю, что мы не в Шотландии, а в Москве. Давайте немножечко спрячемся от дождя, да? Морю какие танцы посвящены? Практически в каждом стиле есть свой танец или даже группа танцев, которые говорят о море. Какие-то очень, например, a sailor's hornpipe в спортивной традиции, да, он танцуется в костюме моряка, не в килте, не в пиджаке, там совершенно отдельный костюм. И некоторые движения изображают работу моряка. Мы можем попробовать, я, конечно, в килте, немножечко это странно, но мы можем взять вымышленный мешок. Теперь мы выставляем пяточку. Мы наклоняемся более-менее с прямой, это все-таки танец спиной к этому мешку, и как бы забрасываем его себе на плечо, а ножку ставим, получается, вниз-вверх. А вообще об истории шотландского танца немножечко расскажи. Как он появился на авиатерритории? Это очень интересно, потому что он, мне кажется, стал шотландским сравнительно недавно. Шотландцы, конечно, всегда танцевали, и часть репертуара – это танцы country dances, contru dance, которые танцевала вся Европа, если мы говорим о социальных танцах. Часть сольного характерного репертуара – тот же hornpipe, даже у нас в России есть танец яблочко, да, то есть это некая общеевропейская традиция. Но за счет музыки, за счет ритмов, за счет интереса к танцу еще в конце XVIII века появилась группа шагов. Мы не очень знаем, как они выглядели, но современники писали, что вот это шотландское, действительно, шотландский репертуар и шотландская составляющая, которая потом просто как-то так развивалась, и в итоге мы имеем несколько разных, немножечко даже изолированных стилей сейчас. А вообще сколько всего в стиле шотландского танца? Самые такие распространенные глобально и много танцоров – это спортивные танцы Highland International. Их танцуют и в Австралии, и в Северной Америке, и в России тоже. Еще более глобально распространенная традиция социальных танцев – Scottish country dancing. Они добрались и до Японии даже. И люди с огромным удовольствием танцуют, очень разного возраста. Чуть менее известные домашние танцы – это, может быть, танцы Кейли. Часто в какой-то сельской местности, на вечеринке или в городе музыканты просто называют. А теперь мы танцуем strip the willow, и люди невероятным образом убегают и танцуют. Мимо музыки, мимо ритма, но весело, отлично, и все остаются живы. Это самое главное. Это для нас. Да, что я забыл. Свой любимый стиль, наверное, он называется Scottish step dancing. И разные люди в Шотландии очень разные вещи понимают под этим стилем. Это сложно. Например, для меня Scottish step dancing – это репертуар мягких танцев. То есть что-то такое. Хоббраш бит-бит, хоббраш бит-бит. Но я, как мужчина, для меня это вертикальный стиль с рукой, вот это вот все. А если танцует барышня, вот Таня нам сейчас покажет тот же самый хоббраш бит-бит, но немножечко с плечом как-то помягче. То есть более женственный, да? Более женственный вариант. И какое-то время этот стиль даже называли ladies step dancing, женские step dancing. Я просто думал, что степ – это что-то такое там отбивает. А есть группа людей, вот нам сейчас Саша покажет, которые считают, что степ-танцы – это то, что популярно в основном в Канаде. Да. Кей-Бреттон степ его называем мы, чтобы не путаться. Но в Шотландии его тоже принято называть скоттиш-степ. Сколько времени новичку нужно потратить на то, чтобы выучить хотя бы один шотландский танец? Зависит от танца. Не берем кейли. Кейли, да, 30 секунд для кейли. Для более сложных социальных танцев, ну, я думаю, минут 20. Я могу научиться. Вы можете, но для этого нужно прийти в соответствующую форму. Пока умею только так. Но я готов научиться. Научите. Научим. Как называется танец, которому мы будем сейчас с вами учиться? Мы будем учить танец «Домино-файв». Его написал в конце 20 века британский хореограф Дерек Хейнс. Домино – это популярная игра во всем мире. И он взял эту фигуру из пяти. А, то есть мы будем как доминошечки. Мы будем как доминошечки, да. Ну, чтобы нам было интереснее, мы немножечко к фигурам добавим сольные шаги, которые Дерек очень тоже любил. Ну, меня немножко успокаивает то, что это стиль свободный, да. То есть здесь не обязательно сильно физически. Можно прыгать, можно вкладывать столько физических сил, сколько нужно. Но главное – аккуратно. И, конечно, главное – получать удовольствие. Акцент на чем? На ногах? Руки мы тоже будем использовать. Особенно как мужчины. И, может быть, давайте начнем с рук. В принципе, все сегодня это могут продемонстрировать, да. Руки у нас символизируют рога горного оленя. Ладошки мы чуть-чуть на себя. То есть мы не пугаем наших зрителей. И в этот момент мы можем прыгать. Допустим, мы можем левую ножку поставить вперед на поинт. И сделать поинт. Да, и правую поинт. Когда мы приземляемся, очень важно амортизировать коленочками, чтобы у нас нога была в безопасности. Почему рога? Ну, на самом деле, это, конечно, легенда. Да, королева Виктория с удовольствием каждое лето приезжала в Шотландию. Для нее устраивали фестивали. Она или ее семья, во всяком случае, охотилась на оленей, которых там много до сих пор. Поэтому изображали любимых животных королевых. И поэтому родилась такая мысль, что какие-то из танцев подражают движениям оленя. А девушки тоже срогали? А девушки, как правило, это зависит. Если девушки на соревнованиях танцуют, да, они во многих танцах тоже используют руки, но в меньшей степени, чем мужчины. Вторая половина шага. У нас есть такая позиция, ногу мы закрываем. То есть надо спрятать под килт? Под килт не прячем, прячем одну ногу под другую вертикально. И дальше такой небольшой бит сбоку. Хайкет. Ага, и перепрыгиваем хайкет. С левой ноги, да, хайкет-хайкет, только два раза. И хайкет-хайкет. И дальше пойнт-пойнт. Ну и чтобы руки тоже участвовали в танце, на пойнтах мы их убираем на пояс. Давайте попробуем. И... Женское исполнение от мужского, оно как-то отличается? А если мы танцуем на соревнованиях, то никак. Разве что качеством исполнения. То есть физические нагрузки такие же? Такие же. А вы умеете танцевать или вы только играете? Тяжело танцевать, когда на тебе висит 10 килограмм гардиона. Давайте встанем в фигурку домино. А вот у нас одна диагональ. Вот у нас вторая диагональ. То есть они двигаются, а мы танцуем то, что мы только что выучили. А правда ли, что у шотландских военных танцы входят в обязательную программу? Да. У шотландцев нету отдельных танцевальных батальонов, которые, как у нас, занимаются в основном танцами и не воюют. Нет, для них это просто обычная часть тренировок или какого-то досуга. То есть для себя они могут танцевать какой-то социальный танец, причем исключительно мужской командой. Я вот просто не представляю. Вот выходит командир и говорит, все на плац, да, у нас. Строевые, а у них хоп-хоп-хоп-хоп. Мне кажется, это такой стереотип, которого в Шотландии, будем надеяться, меньше, чем во многих других странах. Еще в 18 веке английский офицер Адвард Тофф, приехав в Эдинбург, очень удивлялся. Он говорил, вот мы в Англии, мы приходим на бал, чтобы познакомиться с девушками, пофлиртовать. Как-то танцы для нас это вот... А шотландцам вообще все равно, с кем танцевать. Они слышат свой рил, и будет эта прекрасная барышня или другой кавалер, им все равно, им нравится движение, им нравится ритм, им нравится вот это вот. И мне кажется, это сохранилось до сих пор, поэтому для них это не что-то необычное. Сейчас мы с Анной и Валентиной соединим правые руки и сделаем right-hands across на четыре такта. То есть нам нужно будет потом это все повторить с Александрой? Да, но левыми руками. Я не понимаю, еще раз. Хорошо, план Б. Что бы ни происходило, главное перемещаться туда, куда нужно. Еще хотел задать вопрос Анатолию. Да, здесь совершенно другой музыкальный инструмент. Это какой-то особенный для Шотландии или это чисто шотландский? Диатонический аккордеон, он характерен конкретно для Шотландии. Более того, изначально он там и создавался. С обычным аккордеоном сходство только в левой руке. А правая рука, она как у диатонической гармошки. То есть у нас на каждой кнопке две ноты. В зависимости от того, куда я веду мех, у меня разный звук получается. Как будто здесь вставлены три губные гармошки. В России это вот только вы обладатель этого чуда. Серьезно, ни у кого нету? Нет. Я Анатолий Исаев и я Волынщик. Я понимаю, какие физические нагрузки испытывает танцор. Я понимаю, что килт здесь очень удачная одежда. Ну, наверное, большинство интересует, носят ли под килтом нижнее белье. Хорошо. Про сумочку хотел спросить. Что это за сумка? Что там носят? Это называется спорон. Он бывает очень разный. Вот у меня и Анатолия, например, дресс спорон праздничный, нарядный для особого случая. У тебя спорон более повседневный. Чаще всего танцоры носят самые легкие килты, поскольку они более летучие при прыжке. А Волынщики, например, носят самые тяжелые килты. Мне кажется, должно быть наоборот, чтобы не интриговать здесь зрителей легкими килтами. А вот Волынщикам надо, чтобы килт раскачивался при ходьбе. Соответственно, чтобы не делать лишних движений для этого. Когда Волынщик идет, тяжелый килт раскачивается сам. Как-то мне при минус 10 довелось в килте гулять. Никаких проблем. То есть это тартан, это вообще изначально не рисунок на ткани. А тартан – это тип плетения ткани. То есть там как-то по-особому уток ходит. И говорят, что в мокром виде тартан греет лучше, чем в сухом. То есть можно заснуть где-нибудь в холмах, не боясь отморозить ничего жизненно важного. Ничего себе. Килт – это как одежда горцев. Да. Первый килт – это так называемый грейт килт или фаломор. Это был просто 9-метровый плед, который складывался там с кладками. Драпировался, да? Человек ложился на него, заворачивался у него. И, кстати, что интересно, классическая горская формула предложения выйти замуж звучит как «приходи жить под мой плед». О, под килт. Под плед. Вы же не живете в горах, не в Шотландии, а все-таки находитесь в России. Как окружающие на вас реагируют? Я участвовал в проекте «Музыка в метро» и как-то я вышел поиграть в килт. Но столько счастливых женщин сразу я давно не видел. Серьезно? Я Анатолий Исаев, и я Волынщик. Признаться, в килте с непривычки немного неуютно, слишком много свободы. Хотя профессионалы утверждают, что именно в такой одежде удобнее заниматься танцами, чем в брюках. Ничего не сковывает движение. Ну что, я готов станцевать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие они, с виду простые, но требующие физической подготовки. Шотландские танцы не принято танцевать без килта, но, учитывая традицию нашей программы, думаю, сделают скидку для нашей съемочной группы и сейчас пригласят танцевать наших ребят. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова